Добрый день дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола, мы рады вас приветствовать на юношеской футбольной лиге. Вы скучали? Мы тоже. Возвращается у нас UFL спустя почти месяц. Двенадцатый тур на очередь и матч на поле Академии Спартака и Федора Федора Черевкова между Академией Родины и Рубина. Возможности уже пропустить столь ранние минуты матча, но пока у нас баланс в игре, счет на табло 0-0 и уже в свою очередь Рубин атакует. Егор Серегин пробивал с близкого расстояния, по сути дела увлеченный моментом того, что так много у них получалось в атаке первой мгновении игры. Капитаном команды Богданом Никитиным, но вот сейчас еще один момент и каким-то чудом, чудом Рубин здесь не забивает. Но видим то, что действительно ребятам еще предстоит вернуть игровой тонус. Накрыли Орлова. Двенадцатый Владислав Платонов, пятый Егор Серегин, четырнадцатый Егор Степанов, десятый Максим Токтулатов. Семнадцатый Камиль Фатыхов убежал ото всех в этом эпизоде Серегин и пробивал мощно, прицельно. Думаю, что любители футбола в рамках соревнований. Чемпионат в Москве хорошо его знает, так же, как и знает Кирилла Капрана, его способность забивать. Хороший сейчас момент имела Родина, передача Иларионова, прием мяча от Капрана. Он открылся за спинами двух защитников и борьба продолжается в центре. Вот именно, что мяч в центре не то, чтобы держится у игроков, а больше в какой-то борьбе проходит. Он на событие прямо перед Боровиком, он действительно скакнул. Иларионов, теперь передача на правый фланг, подключение Корочкина, передача и забитый гол. Все же случается, его автором становится Кирилл Капран. Отличная атака теперь уже по правому флангу приносит Родине забитый гол. Бол, блестящая передача Иларионова в темп, ну и своевременная передача на ближнюю штангу от Корочкина. Последовало здесь все как по нотам. Не разобрались здесь Кириллов и Лошкарев, нужно возвращаться назад. И, конечно, нужно активнее возвращаться назад прежде всего Кириллу, центральному защитнику, потому что здесь кто подстрахует Яшина? Никто не подстрахует, он должен был здесь разрываться, по сути дела. Следует здесь первый удар. Руками, так, спиной встречала мяч. Ну а дальше уже спокойненько им завладил Рябов. В штрафной площади здесь фенальти. И крепче они оказываются у Никеля Борщина, который выводит Рубину вперед. 2-1. Богомолов на правом фланге. Поставляет опять штрафную площадь, добирается Поликшанов. Удар через себя! Такая красота могла получиться у Капрана. Ну и здесь завершал усилия Богомолов и Поликшанов, которые разыграли эту комбинацию. И это была победа в восьмом туре против Строгино. Но сейчас забивает у нас Родина. И пока о победе Рубину рано думать. Смотрим мы повтор. Максимов прострелил. Ну а здесь Капран. Щепкин, Иларионов. Перевод на левый фланг. Максимов. Здесь один в один. Подача на дальнюю штангу Поликшанов. Имеется в арсенале Ярослава Поликшанова. Можно подниматься. Ну а теперь можно и подводить итоги нашего матча. В FL3 Родина и Рубин сыграли в ничью 2-2.